Девчонки, мальчишки, всем огромный привет! С вами Илона, очень рада вас видеть на своём канале. Привет вам из 2021 года, и я пытаюсь опять вернуться к съёмке видео. Я сейчас бегу за Ромкой в детский центр развития. У нас очень-очень морозно все эти дни, сегодня тоже, видите, я такая очень-очень утеплённая. Буду снимать сегодня вам свой день. Хотя, конечно, уже обед. В общем, мы в 12 часов с Ромочкой идём на занятия, через 2 часа я его забираю. И потом мы обедаем, и Ромка сейчас ходит на тренировки ещё, на греко-римскую борьбу. У Каролины сейчас каникулы, но она учится в этом году на дистанционке первые две четверти. И ходит, продолжает на английский. И тоже ездим мы на тренировки, но не так часто, как хотелось бы, потому что сейчас Ромку не с кем не оставлять. Давайте быстренько покажу, что же мне подарили на Новый год. Это был подарочек самой себе на Новый год. Это новый парфюм от Риана, Рири называется. Вот такой, но очень красивый. Коробочка красивая. Сейчас достану, покажу, как он выглядит. Вот такой вот он, красавчик. Ну, в принципе, я думаю, многие уже знают, как он выглядит. У меня 50 мл заказывала на Wildberries. Сейчас их, к сожалению, там нет. Были хорошие скидки, в общем, взяла его. Очень классный, я бы даже сказала, наверное, всё-таки весенний-летний парфюм. Хотя я им сейчас пользуюсь с удовольствием. В нём, получается, есть маракуя, есть ром, есть фрезия, по-моему, сток апельсина, жасмин. В общем, много-много всего. И я очень отчётливо в нём чувствую именно экзотические фрукты, вот эту сладость, и ромовую алкогольность. Поэтому для меня это не совсем такой вот прям очень сладкий компот, а что-то вот такое сладко-свежее, очень мне нравится. Такое вот освежающее что-то. Ну, переносит меня в такое более тёплое время года. И он очень стойкий, прям очень. Я его ощущаю на себе весь день, на одежде, на коже. Так что я прям мега довольна им. Рианна не подвела. С удовольствием бы попробовала ещё её косметику. Вот. Но парфюмы реально классные, девчонки. Наверное, попробую ещё, может быть, какой-то. В принципе, я говорю, что ценовая политика на них вполне приемлемая. Они, конечно, не прям дешёвые, но чуть-чуть дешевле, чем более раскрученные бренды, а качество на высоте. Вот такая вот я. Красиво зимняя. Вот. Но раз уж мы заговорили про подарки, главный мой подарок был от мужа. Это вот телефон, собственно говоря, на который я снимаю, благодаря которому я решила опять вернуться во влоги. Потому что с камерой это стало очень неудобно. С телефоном я надеюсь, это будет чуть-чуть попроще. Вот. Телефон S20 от Samsung. Я очень люблю Samsung. Вот. И S20 это сейчас, ну... Короче, на мой взгляд, очень классный телефон. Ну, помышите сейчас мне в комментариях любителей Samsung и любителей вообще линейки S. У меня линейка S... Это, по-моему, второй мой смартфон из линейки S. До этого у меня был смартфон из линейки A. Он, конечно, намного проще. Сейчас он у Каролинки. Вот. Ну всё. Я побежала. Встретимся позже. Смотрите, у меня такой. И такой. Рома, в общем, хочет поделиться с вами своими подарками на Рождество. Но я хочу с вами поиграть. Поиграть? А что тебе ещё подарили? Показывай. Вот что. Это Капитан Америка, да? Да. Угу. И вот, смотри, вот так. Не посмотрите, что там внутри этого. В общем, этот подарок оказался даже лучше, чем я. Предполагала. Такой набор у Каролины. И вот такой же набор у Ромки. Здесь всё, в общем, для того, чтобы ребёнок рисовал, творил. Мольберт есть. Есть скрепочки для мольберта. Тут вот поднимается. И мусор. Да, сюда мусор складывай, да? А тут вот. 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 И Рома почему-то очень любит у нас это делать на полу. Поэтому вот сидим тут на полу и показываем вам. Смотри, что это за краски. Вообще классные, сын. Очень классные. Ну, у меня какой-то странный. И мы в детскую. У нас в детской небольшие такие обновления. Тут есть, во-первых, видите, у нас два кота. Да, это, в общем-то, временно. Потом расскажу. Этот котик, это кот моей мамы. А персик наш, вон он. Вот. В общем, у нас такая политика в доме. Мы не очень любим ковры. Да, сейчас, сынок. Потому что, ну, аллергия, там, пыль и всё такое прочее. Поэтому мы минимально используем какие-то ковровые покрытия. Вот, чтобы вот дети, собственно говоря, посидели, например, поиграли, что-то пособирали. Чтобы коврик было легко, там, помыть, почистить. Опять-таки, потому что у нас двое котов. Вот. Поэтому вот такой вот у них коврик в тематике, в тематике вообще всей детской. Да, Рома хочет вот рассказать вам, что у них также шкаф появился большой. Шкаф-купе. Да, на двоих. Да, Рома, ты же у меня блогер, оказывается, да? Да. Вот. А эта сторона открывается здесь, как бы их вещи лежат такие повседневные. Да, вот, пожалуйста, посмотрите. Вот так это выглядит. Ну и шторы, естественно, мы наконец-таки поменяли. Плохо видно, конечно, против света. Так. Ну вот так вот больше видно. Это шторы блэкаут. Вот. В детской такой тематике я потом вечером как-нибудь сниму. Тут вот рисуночки такие. Кровати. Ну, кровати все уже видели ваши. Это Ромина. Ромина расписная стена, да. Вот. Собираемся покупать двухъярусную. В общем, кровать все-таки мы созрели. Вот. Потому что вот примерно в этой стороне будет Ромин учебный стол. Получила я сегодня с Вайлберриса свой блеск от NYX. Я сегодня вообще какая-то не причесанная и не накрашенная, но блеск нанесла. Вот такой вот. Очень крутой блеск. Мне очень нравится. Сейчас расскажу, покажу, какое. Так, значит, блеск это у нас Бата Глосс. Вот. В оттенке, значит, пралины. Если я не ошибаюсь. Да. Пралины. Не хочет фокусироваться. В общем, он, как вы видите, действительно такой шоколадненький. Вот. И почему я, собственно говоря, решила блеск этот приобрести? Сестре моей подарили набор таких блесков. Покажу вам сейчас его тоже. И мне они так понравились. Я поняла, что я тоже хочу такой блеск. Потому что он, во-первых, действительно дает цвет. Вот такой вот получается коричневый. И хорошо увлажняет губы. При этом не липнет, не скатывается в полоску и долго держится. Ну, просто супер. У меня не было блесков. Вот. От NYX были только помады, но блески оказались очень крутые. В общем, этот крем-брюле, этот Angel Food и этот тирамису. По-моему, как-то так. Вот. Тоже очень крутые блески. Мне прям понравились. Поэтому я свой и решила заказать по акции на Wildberries. Но, наверное, вдобавок к нему еще какой-нибудь вот такой приобрету. Очень нюдовый. Вот она, кстати, наша елочка. Опять-таки не хочет фокус вам сразу показывать. Живая елочка у нас в этом году. Такая вот красивая. Красивая, прекрасивая. Жду Ромку с тренировки. Потихонечку так говорю. Сижу тут, его жду. Сейчас немножко поснимаю, как здесь все выглядит. Вот там вот дети занимаются. Вот туда заходить нельзя. И на втором этаже. Немножко еще с вами поговорим. И я, наверное, влог буду заканчивать. Чтобы сильно его не растягивать. Да и, в принципе, ничего такого сегодня вроде больше не намечается. Собираюсь я еще погладить. Кучу огромного белья. И, наконец-то, приобрела себе новый классный утюг от Браун. Потому что я глажу много. И мне нужен был хороший утюг. Потому что мой сгорел. Не выдержал просто, знаете, интенсивности нагрузок. И, в общем, буду с удовольствием гладить. Вообще, как-то, знаете, перед Новым годом много какая техника вышла из строя. Вот мы обновили утюг. Что надо обновить блендер. Или, возможно, купить хотя бы миксер. Вот. Вот. Не знаю, что-то вот такое происходило у нас с техникой. Немножко еще с вами поговорим. И я, наверное, влог буду заканчивать. Чтобы сильно его не растягивать. И, в принципе, ничего такого сегодня вроде больше не намечается. Собираюсь я еще погладить. Кучу огромного белья. И, наконец-то, приобрела себе новый классный утюг от Браун. Потому что я глажу много. И мне нужен был хороший утюг. Потому что мой сгорел. Не выдержал просто, знаете, интенсивности нагрузок. И, в общем, буду с удовольствием гладить. Вообще, как-то, знаете, перед Новым годом много. Много. Какая техника вышла из строя. Вот мы обновили утюг. Что надо обновить блендер. Или, возможно, купить хотя бы миксер. Вот. Вот. Не знаю, что-то вот такое происходило у нас с техникой. Вот. Там в соседней комнате дети кричат. В общем, что я хотела рассказать. В общем, у нас сейчас такая ситуация. Почему, кстати, с видео тоже такая сложная. Сложность такая. Потому что сейчас мы живем все вместе с моей мамой и с моей сестрой. Потому что у моей мамы идет ремонт. Сори, кстати, что я не знаю, где камера. Я вообще смотрю, куда попала. Простите меня. Смотрю на себя, короче, в экран. В общем, у нее сейчас идет ремонт. Ремонт уже идет давно. Уже идет, по-моему, два месяца. Да. Уже третий пошел. Вот. Капитальный ремонт в квартире. То есть там пол, стены, потолок. Все. Мы оттуда вывезли всю мебель. Очень быстро надо было это все сделать. Мы нашли бригаду. Нам все пообещали, что сделать хорошо, классно. Быстро, за месяц. Все. И вот пошел третий месяц. И ремонт как бы примерно наполовину только сделан. Наверное, даже чуть меньше половины. Все потому, что нас, извините, кинули. Кинула бригада. Точнее, прораб кинул, который обещал сделать все. Он просто не приезжает. Отмазывается там разными отмазками. Вот. Очень неприятная ситуация, на самом деле. Очень мы все за это переживаем. Устали мы так же жить все вместе. Ну, как бы всей толпой дома. Здесь у нас хорошо, что хотя бы квартира трехкомнатная. Ну, в общем, все это очень сложно, напрягающе, нервно. Вот. Ну, потихонечку сейчас ремонт идет. Теперь мы наделываем его уже как бы частями. Отдельно нанимаем людей, которые выполняют определенные работы. Но это, естественно, намного дороже. И, в общем, надеемся его закончить. Поэтому сложновато снимать мне сейчас видео. Простите. Также, я не знаю, заметили вы или нет. Но, в общем, сделала я себе пирсинг. Еще в августе месяце. Вот такой вот апгрейд. Не знаю. Пишите, что вы думаете по поводу пирсинга. Не именно, может быть, моего. А вообще, что вы думаете по поводу пирсинга. Я люблю пирсинг. Мне нравится пирсинг. Татуировки я тоже люблю. Может быть, по мне этого и не скажешь. Но мне это нравится. Я за то, чтобы делать то, что тебе нравится. Не обращать внимания на то, что там кто-то об этом думает. Если вам действительно этого хочется сделать. Если это не касается каких-то там наркотиков, к примеру. Все остальное, мне кажется, можно попробовать. Тем более, пирсинг вещь такая, которую можно снять. И он зарастет. Что-то с моим голосом вообще не ладно. В общем, я надеюсь, что вы еще не забыли про мой канал. По крайней мере, некоторые. Обязательно ставьте лайк, комментируйте. И, надеюсь, увидимся скоро. Всем пока.